Она известна множеством ролей не только в отечественных сериалах, но и в полнометражных картинах. Ее взгляд покоряет своей добротой, но это в жизни. А в кино ей почему-то в основном доставались роль злодея. Родилась актриса в Москве, отец работал в Министерстве нефтяного мышиностроения, а мать была актрисой. Когда они переехали из Горького в Москву, мама ушла со сцены незадолго до рождения Ольги. Впоследствии она полностью посвятила себя воспитанию дочери, которая в детстве требовала очень много ухода и внимания, поскольку долгое время была болезненным ребенком. Несмотря на то, что она часто пропускала школу, мать не давала ей отставать по учебной программе. Она занималась с Ольгой таким образом, что та успевала не только по своим предметам, но и умудрилась даже освоить высшую математику, которую на тот момент ее сверстники еще не изучали. Таким образом, Погодина окончила школу экстерном. Родители воспитали ее волевым и сильным человеком, который никогда не отступал от трудностей, даже в самые трудные времена. Они вырастили ее человеком железной воли, который пошел на уступки любимой матери и решил пойти в актрисы. Она поступила в Щукинское, когда ей было всего 16 лет. Она хотела освоить актерство и, наконец, приступить к съемкам в кино, чтобы ее мама могла ею гордиться. Когда учеба закончилась, ей нужно было искать работу. В театральном центре «Вишневый сад» она впервые заявила о себе как серьезная актриса. Там она проработала буквально несколько месяцев, после чего ушла в центр драматургии. Первые съемки в кино состоялись в самом начале 2000 года. Это был телесериал «Моросейка 12». После этого ей больше не нужно было искать работу. Она могла выбирать из десятка предложений, которые посыпались на ее голову. 2000-й стал для Погодиной по-настоящему звездным годом. Через год она влюбилась в актера Михаила Дорошкина на съемках одной из кинокартин. Также ей начались их отношения. Они были счастливы 8 лет, а журналисты не успевали издавать их совместные интервью. Но чудо не случилось. Спустя примерно 10 лет пара разъехалась и никогда больше не сходилась. Когда ей исполнилось 30, она во всеуслышание заявила о том, что не хочет отношений и не настроена жить с кем-то, кроме своих родителей, которые видели в ней надежду и опору, а также верили в нее. После Дорошкина ей очень долго не хотелось ничего менять в своей жизни. Она просто заботилась о родителях, играла в кино и театры. Ей не хотелось связывать себя обязательствами не перед одним мужчиной. Через какое-то время вдруг, как гром среди ясного неба, грянула новость о том, что она вышла замуж тайно, никому ничего не сообщив. На совместной встрече с друзьями они познакомились с Игорем. Это было чисто случайное знакомство, никто ничего не подозревал. Она просто гуляла с друзьями в ресторане, а он сидел за соседним столиком. Но несмотря на красивое начало, браку не суждено было длиться долго. Сейчас актрисы замужем за Алексеем Пимановым, с которым они были знакомы давно и уже имели за плечами совместный рабочий проект. Эта свадьба тоже прошла тайно, влюбленные расписались, не ставив в известность никого, кроме самых близких людей. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях.